У меня, так же как у большинства здесь собравшихся, мне неизвестны мои генетические корни, к сожалению. Обращаться к специалистам из США тоже мало интересно для меня, потому что неизвестно, что они мне там напишут. И в лучшем случае основателем династии будет медведь, но это самый лучший вариант. Что мне достоверно известно из архивных документов, это то, что все мои предки с первой половины XVI века, XVII века, жили на территории сегодняшней Тверской губернии, Тверской области и работали на селе, были крестьянами. Думаю, так же, как у подавляющего большинства здесь присутствующих, у подавляющего большинства. И поэтому нам небезразлично с вами, что происходит на селе, как там люди живут. Но не только поэтому. Здесь наверняка мы все понимаем, что в сегодняшней жизни нашей страны самочувствие сельскохозяйственного производства, как экономическая категория, самочувствие людей, исходя из социальных условий проживания, чрезвычайно важно для страны в целом. Чрезвычайно важно. В этой связи не могу не обратить внимание на то, что Владимир Вольфович говорил о доступности власти для граждан. Это проблема для всех органов власти и во всех сферах жизни. Но на селе это воспринимается недоступность, воспринимается особенно болезненно и реально негативно отражается и на самочувствии социальным людей, и даже на производстве как таковом. Но всё-таки положительные вещи есть, об этом и Геннадий Андреевич говорил. Мы, конечно, постараемся осветить эту работу народных предприятий и в средствах массовой информации. Что касается долговой нагрузки, это действительно проблема. Вице-премьер Дворкович сейчас говорил об этом, это не такая простая проблема, и так одним махом её не решить. Я не думаю, что есть смысл все так называемые токсичные долги заводить в Россельхозбанк, мы его окончательно угробим тогда. Зачем? Это очень опасное дело. Наоборот, надо оттуда выводить эти токсичные долги. Но то, что с этим что-то нужно делать, это совершенно очевидно. Кстати говоря, мы обсуждали многократно с правительством будущую судьбу Россельхозбанка. Когда-то это создавалось и создавалось нами вместе как инструмент поддержки сельского хозяйства. Он, очевидно, сыграл свою положительную роль в достижении того уровня, на котором сегодня сельхозпроизводство находится. Нужно определиться, либо мы сохраняем его, санируем как-то, очищаем и сохраняем в этом качестве, либо превращаем его в обычное коммерческое финансовое учреждение. Но тогда, конечно, оно не сможет работать как специализированное финансовое учреждение, или из него делать агентство какое-то специализированное, а всю банковскую сферу, чисто банковскую, выводить. Но нужно принять окончательные решения в этом смысле. Это очевидно. Теперь по сути проблемы, о которых мы говорили. Вот коллеги указывали на то, что в некоторых субъектах растёт число малых и средних предприятий, что для села крайне важно. Конечно, прежде всего важно, конечно, крупное товарное производство, и мы должны ясно отдавать себе в этом отчёт. Крупное товарное производство на селе – это основа любого сельскохозяйственного производства. Но малый и средний бизнес тоже должны иметь свою нишу и быть поддержаны. Что происходит? Всего 6,8% у нас малых и средних предприятий, от общего массива малых и средних предприятий страны на селе развивается. И более того, в прошлом году ещё и сокращение произошло. Это негативные тенденции. Нужно не только иметь это в виду, нужно подумать, что с этим делать и как с этим бороться. Теперь субсидирование на один гектар. Много было споров на этот счёт, были и за, и против. Правительство в конечном итоге приняло решение по субсидированию на один гектар. Но надо проанализировать. Вот губернатор Самарской области сейчас говорил, что в тех сферах производства, где речь идёт о втором, третьем уровне передела продукции, там это не очень эффективно. Но надо посмотреть, как это работает, проанализировать ситуацию, ну и принять какие-то решения, скорректировать эту программу. Теперь по поводу миграционного оттока и притока. Тоже Самарский губернатор говорил о том, что у них приток в Самарской области. Да, в Самарской области приток миграционный. Но так происходит всего в шести субъектах Российской Федерации. Это Ярославская, Смоленская, Самарская, Тульская область, Ленинградская область и Московская. Всё, в сорока субъектах Российской Федерации миграционный отток из сельских территорий в целом. И на это тоже следует обратить самое серьёзное внимание. Да, есть рост рождаемости в населении, это правда. Это положительный момент. Я думаю, что это результат комплекса принимаемых нами мер. И не только это связано с материнским капиталом, хотя и это тоже важно очень, но и весь другой комплекс мер поддержки многодетных семей. Это, да, результат. Но всё-таки миграционный отток присутствует. И на это нужно обращать внимание. Теперь по поводу строительства дорог. Да, мы принимали решение в своё время и тоже, кстати говоря, в ходе дискуссии, что 5% от дорожных фондов будет направляться на дорожное строительство на селе. Ну, в принципе, если это всё работает нормально, а денег явно недостаточно, ну, можно, конечно, эту планку и повысить, и увеличить количество этих процентов. Теперь по поводу жилищного строительства. Я всё-таки должен согласиться с девушкой, которая выступала здесь, и она представляет сельскую молодёжь, общественную организацию. Всё-таки действительно, ну, посмотрите, давайте вот из практики жизни сходить. Все же взрослые, опытные люди. Если 3-4 года, ну, 5 максимум, ещё, наверное, подождут. Но когда за пятёрку лет уходят, уже никто ждать не будет. Поэтому нам нужно настраивать эту программу так, чтобы она была рассчитана именно на сегодняшнее поколение молодых людей. Правда, и сегодня из всех объёмов поддержки, и всё, даже точнее, из всего объёма жилищного строительства, свыше 47 процентов ориентировано на льготные схемы для молодых людей. Более 47 процентов. Ну, нужно увеличивать, видимо, этот процент. Ну, и, наконец, по поводу того, что было сделано за последние годы. Только за последние семь лет в сельское хозяйство было направлено почти 3 триллиона рублей. 2 триллиона 800 с лишним миллиардов. Это очень приличные деньги. Вопрос заключается в том, чтобы нам эффективно их использовать. Мы сегодня в ходе нашей работы разные точки зрения выслушали. Подготовлен рабочей группой Госсовета соответствующий документ. Внесём поправки и будем работать дальше, имея в виду важность проблемы ради обсуждения, которые мы сегодня собрались. Спасибо большое за внимание.